Девочка-пай 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 сложнее и сложнее определять победителя. И вот посмотрим, значит, первая идея. Канал Мама Макс, блокбастера сделали. Я, причём, на этом канале первый подписчик. Очень интересная идея реализовать какой-то рассказ про обувь. Но единственное, что я очень-очень так колебалась, однозначно мне это понравилась идея, но вот для победителей мне не понравилось. Единственное, что я со своими пацифистскими настройками, что это именно какие-то пистолеты, связанные с обувь, то есть сопоставление вот этих двух вещей для меня было сложно воспринимать. Хотя идея замечательнейшая и такой очень весёлый рассказ получился. Посмотрите обязательно видео, этот блокбастер стоит посмотреть. Если бы рассказ был, сама идея хорошая, но если бы рассказ был какой-то на более такую тему, потому что я своему ребёнку, например, не могу показать этот рассказ. Ну, не знаю почему. Поэтому идея хорошая, я о вас рассказываю. Надеюсь, на вашем канале будет много таких идей, и будут прибавляться подписчики. А я первая. Так, приятно, кстати, быть первой. Следующее, это лопаточки из картошечки. Екатерина Сребрякова, уже давно я с ней сотрудничаю. У нас же скоро будет вот идея детские рецепты. Опять мы будем красиво украшать в конце мая. Я надеюсь, я поучаствую, потому что клич брошенный. Я надеюсь, что я поучаствую и тоже сделаю красивый какой-то рецепт, если я успею. И это прям достойная для этого проекта такая интересная идея. Так, Нина Кноп, Анечка, спасибо тебе. У неё очень интересный подход оказался. То есть она сделала видео о хранении обуви. У неё более серьёзно, да. То есть она посмотрела идею и не делала поделки, потому что я ставила условием любую идею реализовать. Она рассказала в характере своего канала про хранение обуви. Отличнейшая тема. Посмотрите, видео будет внизу под ссылочками. Очень-очень интересно. Я её всегда смотрю. И вот её идея, как ухаживать за обувью, как её хранить. Сейчас вот смена сезонов. Весеннюю все убирают, обувь зимнюю достают. Я многие идеи оттуда почерпнула. Анечка, спасибо тебе. Канал Нина Кноп, он всегда очень интересный. И у неё уже очень много подписчиков. Творческих идей тебе и удачи в дальнейшем развитии. Так, дальше. Карандашница. Одна из первых. Она опубликовалась у меня на этой идее. Это канал Яна. Очень замечательный канал. Каждый раз у меня участвует. Ну вот, замечательнейшая идея. То есть не просто сделать обувь, а функциональную. И очень-очень сложно у неё было с победителем. Я говорю, я колебалась около каждой идеи. Думала, а почему это, почему то. И сейчас расскажу, кто же победил. Значит, я следующим образом выбираю идеи. То есть я просматриваю, просматриваю. Потом отвлечённо думаю, что мне запомнилось. И я записываю. И у меня получилось, что все три идеи, которые выложила эта мамочка, они все три попали в мой список. Ну, есть несколько идей получилось. И поэтому я её назначаю победительницей. Иголочница первая идея. В принципе, она у меня всегда была в фаворитах, что вот я её одной из первых поставлю. Потому что у меня тоже остался один вот этот вот сандалик от Димы. И я всё время думала, ну, как же его использовать, как же его придумать, что же из него сделать, чтобы сохранить на память. И вот идея иголочницы. Потому что мы один башмак где-то в магазине потеряли. Это наш первый год. Дело иголки. То есть, это для меня как раз идея, которую я обязательно реализую. И клумбы садовые, вот эти вот применения. То есть, ну, когда ещё покрашены калоши, это вообще интересно. Но подвешены, вот это вообще что-то было интересное для меня. Мы сейчас тоже заняты весенними такими грядками. И вот эту идею тоже, может быть, я реализую. Покажу, как у меня это получилось. Потому что всё время на даче свозится вот эта старая обувь. Потом она накапливается. Но вот видите, ей можно дать вторую жизнь. Поэтому, Анастасия, пишите мне свой адрес. И вы будете обладательницей пары обуви от фирмы Лель. Я передам ваш адрес. И вы подберёте модель. То есть, вы между собой пришлите им ссылочку, какая вам понравилась. Подберёте размер и так далее. Так что, поздравляю победителя. И ещё один победитель, это по итогам всех четырёх. То есть, я просмотрела, это было вообще сложнее всего выбрать. Потому что, вроде, все участвовали. Но так как я старалась, чтобы какие-то идеи мне запоминали, то есть, я и предыдущие списки смотрела, то вот этот набор от Мосигры, от компании Мосигра, волшебный котёл, он достаётся Юлии. Она, вот посмотрите, сделала, значит, вот в каждом хэштеге у неё была подделка. И благодаря вот её активности, я её награждаю семечки, космос из семечек до сих пор, я его прекрасно помню. Хотя вот в том конкурсе она не была победителем, но в одном она выигрывала с Пасхой. Поэтому вот у меня уже такие активные участники. И вот следующий конкурс, я его уже объявила, он у меня немножко пересекается. Это посвящённый Дню Победы. Эту тему я не могу обойти, потому что обязательно с ребёнком нужно делать вот эти подделки, посвящённые Дню Победы. Потому что, вот почему я организовала этот конкурс? Потому что, ну, вроде поленишься к конкурсу, да? У вас есть стимул для того, чтобы поучаствовать и присоединиться к каким-то своей творческой идее реализовать. Просто так иногда, вот сделать просто подделку, мотиватором может быть там, если вы, например, дарите кому-то подделку, да, своему деду, или, ну, какую-то открытку делаете. И вот конкурс, это тоже один из мотиваторов. Вы видели, какую мы сделали Красную площадь. Сегодня мы с ребёнком смотрели парад, вот прям хочу про это рассказать. А мы же уже сделали подделку. И мой ребёнок такой говорит, мама, корреспондент всё время говорит, по брусчатке едут там такие-то, такие-то, там идут такие-то. Он брусчатка, брусчатка, и потом говорит, мама, а я умею делать брусчатку. То есть вот для него, вот что он сам сделал, что он уже какую-то причастность к этому имеет. Потому что дети наши, они должны помнить историю, проникаться ей. Именно благодаря памяти, которую мы передадим нашим детям, именно благодаря этому у нас будет продолжаться мир на Земле. Как только мы забудем наших предков, наши победы, нас сразу будут пытаться опять заново завоевать и победить. Давайте не будем это повторять, потому что это страшно. Но вот на такой печальной ноте я заканчиваю. И давайте участвуйте дальше. Постараюсь я ещё несколько поделок сделать, потому что дальше лето, и мы все переберёмся на улицу. Уже сейчас замечательнейшая погода. И я прям-то срвусь и рвусь тоже. А мне нужно записать ваше видео, так что я нажимаю на кнопочку и иду гулять. И вы тоже идите гулять. Что вы сидите около компьютеров, мониторов? Ну, давай, давай, вставай! Пошли гулять, все гулять, все на улицу! Всем пока! Я Таня Матаня. Оставайтесь со мной и подписывайтесь. На моём канале всегда интересно! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!